После годового перерыва возобновил работу научный портал о богословии bogaaslov.ru. В Сретенской духовной семинарии прошла презентация обновленного интернет-сайта. Год назад, до вынужденной приостановки в работе, он входил в тридцатку самых читаемых религиозных ресурсов Рунета. Теперь портал планирует вернуть себе былую популярность, рассказывает Эльвира Гордеева. Портал bogaaslov.ru возобновил работу в новом формате. У сайта новый дизайн с оптимизированной структурой. Функционал стал более простым и понятным для пользователя. Удалены невостребованные разделы, добавлены новые, например, тема недели. Все старые материалы сохранены в архиве. Но главное осталось прежним. Интернет-ресурс сегодня, как и все 10 лет своей работы, создается для аналитически мыслящей аудитории, для заинтересованных и думающих людей. Без разницы, будет ли это молодой человек в возрасте 18-20 лет, только что закончившую школу и учащийся на начальных курсах университета или другого учебного заведения. Либо это будет человек с двумя-тремя высшими образованиями, владеющий иностранными языками, но который хочет верить разумно. Вот основная идея нашего портала – это представить богословие как науку, с одной стороны актуальную, с другой стороны академическую и с третьей стороны вполне доступную. Вот руководствуясь такими целями и собирается аудитория вокруг нашего портала. На презентации новой версии интернет-портала ему желали не только вернуть себе славу экспертной площадки в области богословия как науки. Коллеги-журналисты из журнала «ФОМА» выразили надежду, что богослову удастся находить ответы на сложные вопросы, которые сегодня ставит общество. Богослов всегда был таким практически ориентированным порталом в том смысле, что, знаете, каждый же, что прошло в живую проблему. Я могу сказать, с чем мы сталкиваемся в нашей работе, с тем, что когда возникает какая-то проблема, какая-то дискуссия, в которой требуется получить какую-то богословскую реакцию, как богословское осмысление, часто мы утыкаемся в то, что, в общем, это очень сложно сделать. Когда федеральный канал инициирует дискуссию о суррогатном материнстве, мы должны уметь ответить на этот запрос так, чтобы это для них было убедительно. Насколько мы сейчас к этому готовы? Большой вопрос. Большой вопрос. Сегодня, как и прежде, портал пытается быть для людей мостиком между светской жизнью и жизнью религиозной. Одной из особенностей нашего портала является дружелюбие, обращенное к тем, кто не является представителями православия, христианства или вообще какой бы то ни было религиозности. Потому что есть большое количество светских ученых, еще не увидевших своего пути в религиозной жизни, но при этом профессионально занимающимися смежными вопросами, которые для нас очень интересны, очень важны. К важным особенностям портала «Богослов.ру» можно отнести равноудаленность от всех официальных и иных научных и учебных организаций и в небюджетную модель финансирования. Желаю Богослову соединить, с одной стороны, упомянутую тобой, академическую свободу, которая, несомненно, нужна Богословскому порталу, с церковным же послушанием, которая, собственно, и отличает муцерку церковленную уровнем ответственности от людей, которые не проще потрепаться, в том числе и в комментариях на околобогословские темы, но при этом также этого треха дела никогда не пройдет. Я думаю, что если это произойдет, то Богослов займет свое заслуженное место. В планах команды портала «Богослов.ру» возобновление работы иноязычных версий английской, новогреческой, испанской, немецкой, сербской, воссоздание иностранных редакций, а также проведение ежегодной конференции. Субтитры создавал DimaTorzok